Согласно последнему опросу в ЦИОМ, большинство россиян положительно оценивают действия отечественной системы здравоохранения в период пандемии. Так, 48% опрошенных считают, что было сделано все возможное в данной ситуации, 22% оценивают действия медиков как сверхусилие. Ну и все-таки около четверти респондентов выразили мнение, что сделано было маловато. Вот об этом и не только в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы продолжаем знакомиться с учреждениями здравоохранения нашего региона. И сегодня у нас в гостях Наталья Виктор, одна из самых успешных и эффективных руководителей, главный врач городской больницы номер 4. Здравствуйте. И мы приветствуем наших зрителей, всех, кто сейчас нас смотрит. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон в студии. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Наталья Николаевна, я буду, наверное, несколько раз обращаться еще вот к этому опросу, о котором говорила в начале программы. Но сначала вот о чем. Начиная с начала не этого, а вот прошлого года, да, 20-го, ваше учреждение сильно выросло вширь, вглубь после объединения с поликлиникой номер 9. И вот, я не знаю, но, наверное, можно уже сейчас как-то сопоставить цели и результаты этого объединения? Да, конечно. Мы с 4 февраля 2020 года постановлением правительства Самарской области и приказом Министерства здравоохранения были реорганизованы путем присоединения городской поликлиники номер 9 к городской больнице номер 4. Конечно, на это было очень много оснований, и за год с небольшим мы сделали очень многое, я считаю. Но, конечно, предстоит еще сделать многое. Ну, во-первых, почему так случилось? С учетом адресного прикрепления пациентов нашего Октябрьского района к лечебным учреждениям создавались неудобства для получения медицинской помощи. Ну, вот, например, жители, которые по адресу Мичурина 112, это буквально через дорогу от городской больницы номер 4, или жители Луначарского или Скляренко, которые в шаговой доступности находятся от нашей больницы, медицинскую помощь получали на Челюскинцев-1. И вот этот пересмотр участков, зоны ответственности между подразделениями теперь уже городской больницы номер 4 мы успешно делаем, преодолеваем для того, чтобы жители получали доступную медицинскую помощь. Сначала вот это. Затем, конечно, это и кадры. Кадры решают у нас все. И в начале нашего пути укомплектованность поликлиники номер 9 врачами составляла 49,3%. Медицинскими сестрами около 40%. Наша больница была более укомплектована кадрами, и у нас укомплектованность врачебными кадрами была более 80%, и более 60% укомплектованность средним медперсоналом. Поэтому вот объединив сейчас штатное расписание, мы, конечно, укомплектовали участки. Ну, есть тоже еще у нас проблемные точки, но мы работаем в этом направлении, и скоро к нам придут молодые специалисты еще. Это целевые наши молодые специалисты. Мы обучаем по целевым программам ординатуры, и к нам придет врач-невролог, врач-онколог, три врача-терапевта. И я думаю, что мы еще доукомплектуемся. Но мы активно приглашаем к нам на работу молодежи. Ну вот если тогда обратиться к этому же опросу, то проблему нехватки персонала россияне называют второй по значимости проблемой 39%. Да, конечно. Я с ними совершенно согласна, потому что укомплектованность кадрами, следствие от этого, это оказание доступной и качественной медицинской помощи. Конечно, это безусловно так. Я насчитала, если не ошибаюсь, шесть локаций вашего учреждения по городу. У нас основные два учреждения, это поликлинических, находится Мичурина 125, Челюскинцев 1, два подразделения врачей общей практики, отдельно стоящий центр здоровья и женская консультация. Вот то, что мы сейчас с вами вот это вот услышали, я могу сказать, мы очень большой путь к этому проделали. Ну, во-первых, мы создали единую клиникодиагностическую лабораторию на наше лечебное учреждение. То есть вот во всех этих подразделениях производится забор крови, биоматериала и доставляется в централизованную лабораторию. Мы создали вот женскую консультацию в отдельно стоящем здании. Понимаете, это очень в период эпидемии, это вообще очень актуально, когда беременные женщины, да и просто женщины, они не пересекаются с другими потоками пациентов. Мы на свободных площадях от лаборатории, которая была на Челюскинцев 1, и вы, наверное, это знаете, мы открыли центр онкологической амбулаторной помощи, у которого зона ответственности не только жителей Октябрьского района, но и Ленинского, и Самарского районов, то есть 158 тысяч человек могут прийти по полюсу ОМС и пройти обследование в этом центре. Скрининговое обследование, либо просто последующие обследования, которые назначаются докторами. Мы в этот центр получили суперсовременное оборудование экспертного класса, это все закуплено. У вас прям гордость сейчас на лице. Конечно, это закуплено на деньги областного бюджета и оборудование экспертного класса, на котором работать прекрасно, и врачи наши работают, и результаты добиваются очень хорошие. А вот получается, что вы в сложнейших условиях провели вот эту реструктуризацию, как раз с начала пандемии, и ужас ужасный для всех, для медицины, наверное, в особенности. А с другой стороны, вы сделали именно то, что необходимо сейчас в период пандемии, вот эта же онкопомощь, это же действительно онкобольные у нас некоторое время просто брошенные. Да, конечно. И вот такие центры мы очень плотно сотрудничаем с нашим Самарским областным онкологическим центром, то есть у нас проводятся заочные консультации. Я могу сказать, что наш цифровой маммограф, эти снимки отправляются через комету, и они дублируются, дублируются их, ну, сканирование их и заключение, то есть врачами еще и онкологического центра. То есть двойное чтение снимков, что очень помогает. Это точно не просмотрится. Да, да. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Наталья Виктор, главный врач городской больницы номер 4, 202-11-22, мы работаем в прямом эфире. И еще, если все-таки хочется еще поговорить о больнице, а вот сегодня же очень важно для того, чтобы сократились очереди, для того, чтобы как-то все было быстрее и эффективнее, внедрение IT-технологий. Вот респонденты, опять же, из этого вопроса, как ни странно, но вопросы цифровизации на последние места ставят. Но ведь это же очень важно, и идет ли этот процесс у вас? Да, конечно. Во-первых, это очень удобно. У нас с 2016 года уже работает электронная очередь, когда пациенты разграничены по потокам и могут взять талон в любое время к любому специалисту. Кроме того, у нас еще и работает терминал, электронная регистратура, когда, минуя регистратуру, пациент может взять талон к любому специалисту на любое время, на любой день, и также минуя регистратуру. Соблюсти социальную дистанцию. Конечно, да, конечно. У нас на всех этажах висят мониторы, которые у нас показывают пациента, который должен время, кабинет, куда он должен зайти, во сколько. Ну, прекрасно. То есть не нужно спорить, кто здесь не стоял. Нет, и кроме того, еще это все сопровождается голосовым оформлением, поэтому это тоже упорядовывает работу поликлиники, врача, ну и пациентов дисциплинирует, конечно, в том числе. Всем спокойнее намного. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, слушаем вас. Я вот хотел бы узнать, когда откроется стационарь и неврологическое отделение? Когда откроется? Да. Да, спасибо за звонок. Да, спасибо за звонок, за вопрос. Ну, к сожалению, я вам не могу сказать точного времени открытия нашего стационара, и в частности неврологического отделения, потому что мы работаем пока что как ковидный госпиталь. Ну вот, вы уже заговорили про ковид. Не могли, конечно, мы эту тему обойти никак в сегодняшнем эфире. Вот на последнем буквально штабе областном по борьбе с коронавирусной инфекцией стало известно, что у нас продолжается усиление, что вновь перепрофилируются койки для коронавирусных больных. Какая сейчас вообще обстановка в настоящее время по заболеваемости? Ну, конечно, хочется узнать, какие перспективы, когда хоть на плату выйдешь. К сожалению, обстановка сложная. Сейчас у нас опять наблюдается рост заболеваемости. У нас открываются дополнительные места в ковидных госпиталях, в частности, в нашем госпитале ковидном. Мы были развернуты на 230 коек. Вот буквально недавно мы развернули еще 10 коек на своей базе, то есть стационар на 240 коек, из которых 21 койка – это отделение реанимации. Могу сказать, что они не пустуют. Совсем недавно мы еще здесь говорили в студии о том, что свободных коек много-много везде, но, видимо, быстро развивается ситуация, и сейчас уже не так. Наталья Николаевна, а как изменилась заболеваемость? Ну, вот мы же в прошлую волну, например, знали, что если тебе меньше 60, то, в общем, скорее всего, то тебя и минует эта беда, как сейчас. Ну, к сожалению, мы видим, да, изменения, изменения заболеваемости вообще, и, конечно, так скажем, вирус-направленность на другие возрасты, к сожалению. Если раньше, да, у нас тревожили лица 60+, то сейчас мы видим в своем стационаре, и вообще заболеваемость повысилась у лиц молодого возраста 18+. К сожалению, это так. Вот сейчас с нами Дельта пытается жить и бороться. И очень многие говорят о том, что помимо желудочно-кишечных заболеваний, вот какого-то такого, каких-то таких симптомов, еще и идут интенсивные боли в горле. А поскольку у нас очень жаркое лето, все бесконечно с кондиционерами, мороженое и прочее, то многие думают, что, ну, заболело горло, вот, наверное, потому что ледяной воды попил. Вот как здесь все-таки и не усугубить ситуацию, и не просмотреть? К сожалению, сейчас вирус, новые коронавирусные инфекции, он маскируется под гриппоподобными состояниями. И симптомы вы правильно перечислили, это сейчас жалуются пациенты на боли в горле, субфибрильную температуру и, ну, ренарея. Небольшая слабость. То есть вот такие симптомы, которые присущи на самом деле ОРЗ, ОЛРВИ или переохлаждению. И все очень часто сейчас сваливают вот на то, что переохладились под кондиционерами. Нет, нужно быть очень осторожными, и при появлении таких симптомов, конечно, обращаться за медицинской помощью. Конечно, нужно вызывать доктора на дом, либо, если вы уже идете, обратились в поликлинику, то, конечно, идти в отдельно обозначенное помещение, это фильтр-боксы, так называемые, для температурящих больных или больных с признаками ОРВИ и другими инфекциями. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот я, если приду к вам на прививку, я могу выбрать вакцину или там только один вариант какой-то? Нет, конечно. Распространенный вопрос, наверное. Это да, это очень часто спрашивают, и мне звонят на горячую линию нам в поликлинику, и мне лично задают этот вопрос. Вы можете любую выбрать вакцину при наличии таковых. Вот я могу сказать, что у нас в наличии вакцина спутник ВИ или гамм-ковид-вак. Мы вчера получили спутник Лайт. У нас есть эпивак Корона. Пожалуйста. Пациент выбирает сам себе вакцину, конечно, какую, и... Наталья Николаевна, а это вообще рационально, когда пациент выбирает сам? У нас же нет медицинских знаний. То есть вот на каком основании мы должны выбрать вакцину? Он выбирает, конечно, пациент сам вакцину, но врач рекомендует. У нас, например, я могу сказать, есть вакцины, которые не показаны лицам 60+. Поэтому здесь только совет и рекомендации врача. Врач перед прививкой обязательно будет смотреть пациента и ему объяснять ситуацию. Я знаю, что очень многие ждали спутник Лайт, поэтому вы, наверное, сейчас для кого-то такую радостную весть сообщили. Да, мы получили спутник Лайт, поэтому, пожалуйста. По показаниям мы будем его прививать. Давайте мы сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении региона за неделю, что мы не виделись. Посмотрим сюжет. В больнице Середавина открыли новый корпус ковид-госпиталя. Здесь будут проводить первичную диагностику больных с ковид-19 и определять тактику лечения. Пациентам сделают КТ и УЗИ-обследования, клинические, биохимические и БАК-анализы. Открытие этого отделения позволит не прекращать плановую медицинскую помощь в других отделениях клиники. Правительство России направит в регионы более 85 миллиардов рублей. Это покроет расходы, связанные с оказанием страховой медицинской помощи. Поддержка позволит своевременно принимать пациентов в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействие ковид-19. Амбулаторный центр компьютерной томографии открыт на базе поликлиники номер 15. Здесь обследуют пациентов с подозрением на заболевания органов дыхания, включая тех, кто проходит лечение на дому. КТ-центр располагается в отдельно стоящем здании, где установлен современный аппарат компьютерной томографии с низкой лучевой нагрузкой. Минздрав предупредил, что 30% переболевших ковид-19 могут получить осложнения в виде тромбозов. Болезнь провоцирует нарушения в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений. Более 300 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Выявлено 220 случаев злокачественных новообразований, 875 случаев сахарного диабета, более 10 тысяч случаев болезни системы кровообращения, свыше 1000 случаев болезней органов дыхания и около 1800 органов пищеварения. Пациенты с хроническими заболеваниями взяты на диспансерные наблюдения. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Наталья Виктор, главный врач городской больницы номер 4. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. К нам в студию можно позвонить. Про прививки уже, коль скоро заговорили, в апреле этого года, и если я не ошибаюсь, одним из первых в городе, в вашей больнице был открыт круглосуточный пункт вакцинации, продолжает ли он работать, и какая там обстановка сегодня? Ну, я могу сказать, что вообще иммунизация против новой коронавирусной инфекции у нас стартовала в декабре 2020 года, и наша больница активно включилась в этот процесс, конечно. Мы очень заинтересованы провакцинировать как больше нашего населения. У нас работает два прививочных кабинета. На Челюскинцев-1 он работает у нас с 8 до 20.00, без выходных и праздничных дней. И на Мичурино-125 он работал сначала у нас также с 8 до 8 вечера, но с 13 апреля мы организовали круглосуточный прививочный пункт. Конечно, он очень востребован. У нас пациенты с режимом работы определенным есть, и очень востребованы в ночное время. Но сейчас у нас все активизировались в связи с отпускным периодом. Да, всем хочется поехать отдыхать. Всем хочется куда-то поехать. Всем хочется попасть в отель или в гостиницу в Москве, в Санкт-Петербурге. И показать сертификат вакцинации. Поэтому, конечно, у нас сейчас очень востребован кабинет, и я могу сказать, очень большой поток наших пациентов идет на прививку. Давайте, Наталья Николаевна... А, нет, Ванка, перезванивайте, пожалуйста. Да, извините, мы продолжаем тогда. Я просто хочу сказать, что у нас во всех поликлиниках города работают прививочные кабинеты. Они работают так же, как и организован режим работы поликлиники. Но плюс у нас сейчас организовано еще два в городе круглосуточных прививочных пункта. Это на базе Самарской городской больницы номер 6 и на базе городской больницы номер 10. Вот, чтобы пациенты знали и при удобстве... И шли не только к вам. Да, шли не только к нам, но и в те прививочные пункты, ну, куда им удобнее. А правильно ли я понимаю, что вот в этот пункт идут люди, которые не обязательно прикреплены к вашей поликлинике? Нет, конечно. Это любые люди со всего города, даже из области приезжают. Да, звонок есть у нас. Алё, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Моей маме 74 года. Мне очень болят суставы. И вот недавно врач рекомендовал нам положить ее в больницу. Он прослечит конкретно. Мы здесь, если честно, немножко опасаемся, потому что, ну, как-то нам страшновато, не заразится ли она в этой больнице, там, коронавирусом. Есть ли такая опасность? Может, лучше подождать? А мама не привита, наверное, да? Нет. Ну, во-первых, если это плановая госпитализация, значит, то нужно будет сдавать ПЦР-мазки перед госпитализацией с определенными еще и обследованиями в стационар. Ну, я считаю, чтобы себя обезопасить, конечно, нужно прививаться. 60 плюс пациентам, да еще с набором хронических заболеваний, нужно обязательно прививаться, чтобы обезопасить себя. Ну, я так поняла, что здесь-то вопрос был, что мама боится, что во время лечения она может как-то инфицироваться. В стационаре? Да. Может, никто не застрахован от этого. Никто не застрахован, конечно. То есть, если уже заболевание не настолько острое, то, может быть, лучше пока и не надо, да? Конечно. Ну, а что вы вообще думаете о темпах вакцинации в регионе? Вот получается, что не было бы счастья, да несчастье помогло, отпускной сезон, все пошли, да? Может быть, у нас все-таки к осени появятся эти 60%, которые необходимы для коллективного иммунитета. Но поскольку тема сейчас острая, все спорят, а вот хороши ли меры, которые приняты для того, чтобы люди пошли вакцинироваться. Не знаю, что вообще нужно, чтобы как-то мы все осознали и поняли, что это же нам в первую очередь важно. Ну, во-первых, это нужен, каждый человек должен понять, что мы живем в период страшной пандемии, и что это может заболевание коснуться каждого или коснуться его лично, или его родственников. И чтобы, конечно, обезопасить, чтобы сохранить свое здоровье, своих родных и близких, нужно, конечно, вакцинироваться. Да, нужно 60%. Я считаю, что может быть даже и больше 60%, чтобы сознать коллективный иммунитет. Но люди идут, кто-то осознанно, кто-то идет то, что вот мы с вами обсуждали, да, отпускной период. Добровольно-принудительный. Добровольно-принудительный. А кто-то идет, да, на предприятиях, сейчас тоже строгий контроль, и поэтому к нам идут и организованными коллективами сейчас прививаться, и мы это делаем. Я думаю, что мы достигнем успеха только тогда, когда вот действительно 70%, 60-70% привьется нашего населения. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Алло. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела вот уточнить. Я прививалась в июне месяце этого года. Прошло то есть 42 дня. И вот я заболела. Вырву врача. Пришла девочка, иногда 11, точно не врач. Послушала и ушла. Я болею неделю. То есть у меня вот эти все симптомы, то есть каша, температура, то, что вы говорите, небольшая, но она постоянно держится. Ну и все остальное. То есть вот, вкуса не чувствую. А в каком районе вы живете? Промышленный район. Вот, знаете, из опыта прошлых программ, вот, пожалуйста, я сейчас сделаю исключение. Продиктуйте, пожалуйста, ваш номер телефона. 8-22-72-076-250. 250, а зовут вас? Меня зовут Елена. Елена. Елена, спасибо, да, Наталья Николаевна, наверное, ответит сейчас. Мне адрес нужен обязательно, или какая... Вы скажите, пожалуйста, Елена, какая поликлиника у вас по месту жительства? 15-я. 15-я. Я обязательно свяжусь с 15-й поликлиникой, и мы примем все возможное для вашего здоровья. Да, спасибо за звонок. Ну, может, наверное, маловероятно, что не врач пришел, да? Ну, конечно, врач. Хотя... Ну, да. Так, мы говорили о вакцинировании, и вот, и о мерах, которые принимаются. И, знаете, меня совершенно поразило то, что сейчас уже заведено несколько уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации. Причем, совершенно точно знаю, что и медработники приобретают такие сертификаты. Ну, вообще, вот как вы относитесь к такой практике, и к чему она может реально привести? Ну, во-первых... Кроме наказания, да. Ну, да. Начну, наверное, все-таки с наказания, потому что это преступление, за которое грозит сейчас реальный срок. Ну, наверное, все-таки как врач я скажу, что это профессиональное преступление, которое из-за вот фальсифицированных этих бумаг стоит многим нашим людям здоровья, а иногда и жизни. Потому что никто не исключает такой возможности, что этот человек, получив этот липовый сертификат, через два дня тяжело не заболеет. Поэтому это... Нет, конечно, это должностное преступление. И я думаю, что наказание должно быть суровым. Мне дочь рассказала, живет в Москве, что у них есть практика прививки в апельсин. Не знаю, слышали вы про это или нет, но договариваются, предлагают денег в пунктах вакцинации, приносят апельсин, вакцину колют в апельсин и ставят... Ну, это как бы из этой же серии. Я могу сказать, что наш Минздрав Самарской области организовал совсем все по-другому, и поэтому в прививочный кабинет сейчас ставится видеонаблюдение. В каждый прививочный кабинет. И это правильно. Безусловно. Наталья Николаевна, на ваших интернет-ресурсах в поликлинике, я посмотрела, есть предложение к пациенту заполнить анкету и высказаться о качестве работы учреждения. Анкеты в Минздрав отправляются, да? Ну, а сами вы анализировали вот эти пожелания, замечания, о чем они вообще говорят? Ну, во-первых, мы занимаемся анкетированием нашего населения, и каждое обращение, каждую жалобу пациента я отрабатываю сама, вместе с тем специалистом по профилю, так скажем, по принадлежности. И если брать анкетирование, то, конечно, нас очень интересует удовлетворенность нашего населения качеством медицинской помощи, оказываемой в нашей больнице. Я могу сказать, что несмотря на все сложности, несмотря на вот такие сейчас условия работы, и пациентам сложно тоже сейчас в период эпидемии, мы провели последнее анкетирование в первом квартале, и у нас получился 83% это процесс удовлетворенности. Мы считаем, что это, да, это высокий процент, и спасибо нашим пациентам за столь высокую оценку нашего труда. Конечно, есть обращения, потому что все мы разные. Иногда они действительно и, так скажем, обоснованные в плане того, что врач лишнее слово не сказал, не договорил, не объяснил. Понимаете, вот эти вот этические отношения, они, пожалуй, занимают очень большой процент. Очень большой процент, к сожалению. Не именно медицинская помощь, не именно лечебный процесс, не именно диагностический процесс, а именно вот деонтология. Поэтому с этим мы занимаемся, работаем. И я могу сказать, у нас в нашем лечебном учреждении работает этическая комиссия, и иногда мы обращения наших пациентов разбираем на этой этической комиссии. Да, я услышала, по крайней мере, что без внимания не остается ни что. Нет, ни одна же. Наталья Николаевна, огромное спасибо вам за эту программу. Мы с нашими зрителями прощаемся ровно на неделю. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова